Доброе утро еще раз, глубоко уважаемые коллеги. Видно, отлично. Большие затылки, все видно, меня слышно. Разрешите представить вашему вниманию следующий доклад о сменении диафрагмы при рестриктивном типе дыхательной недостаточности на примере пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Актуальность данной проблемы определяется важностью и распространенностью хронической сердечной недостаточности в структуре заболеваний в популяции. Несмотря на снижение смертности пациентов с сердечной недостаточностью в настоящее время на фоне развития трансплантологии, усовершенствование методов кардиохирургической, электрофизиологической помощи, расширение возможности медикаментозной терапии, сохраняется большое количество пациентов, не получающих радикальное лечение. В этом аспекте крайне важным является улучшение качества жизни пациента, влияя на основные симптомы сердечной недостаточности. Сердечно-сосудистая система, система внешнего дыхания, нертистных взаимодействий. Неудивительно, что одышка является основным и наиболее ранним симптомом у пациентов с сердечной недостаточностью, определяя во многом качество жизни и переносимость физической нагрузки. Актуальность данной темы также определяет так называемую кислородную стоимость дыхания, которая у пациентов с высоким функциональным классом хронической сердечной недостаточности составляет от 20 до 30%, а в стадии декомпенсации может возрасти до 40%. Говоря о изменении системы внешнего дыхания при хронической сердечной недостаточности, мы должны опираться на следующие пункты. Это мышечная дисфункция поперечной полосатой мускулатуры при хронической сердечной недостаточности, биорамках респираторная дисфункция, изменение функции диафрагмы и вторичное расстройство биомеханики дыхания при хронической сердечной недостаточности. Меопатия сердечной недостаточности встречается у 2-3 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Снижение производительности сердца, сопровождающееся нарушением перфузии органов и тканей, запускает целый каскад на начальных этапах адаптивных, в последующем дезадаптивных процессов, приводящих к ремоделированию мышечной ткани, к развитию так называемой миопатии сердечной недостаточности, сопровождающейся как структурными изменениями, саркопенией, трансформацией миофибрилокислительного типа в менее эффективные гликолитические волокна, метаболическими нарушениями дисфункции диафрагмы, нарушением активности метаболических сигнальных путей, более раннему переходу на анаэробный тип метаболизма, одышка, сниженная толерантность к физической нагрузке, повышенная утомляемость являются ранними и основными симптомами у пациентов с сердечной недостаточностью и во многом определяются именно миопатии сердечной недостаточности. Поперечно-полосатая мускулатура играет важную роль в прогрессировании хронической сердечной недостаточности путем эрго-рефлекса, обеспечивающих повышенную хроническую нерокормональную активность, тем самым усугубляя течение хронической сердечной недостаточности. Данные процессы проявления миопатии сердечной недостаточности имеет тесные патогенетические взаимодействия, замыкая так называемый порочный круг сердечной недостаточности. С одной стороны, сниженная производительность миокарда приводит к запуску данных патологических процессов. С другой стороны, миопатия сама по себе поддерживает и усугубляет основные паттерны сердечной недостаточности, ухудшая ее прогноз. Респираторная дисфункция сердечной недостаточности имеет те же патофизиологические механизмы, что и миопатия сердечной недостаточности в целом. Есть определенные особенности, в частности формирование так называемой посткапиллярной легочной гипертензии на начальных этапах сердечной недостаточности в последующем уже с присоединением прекапиллярного компонента с ремоделированием сосудов малого круга кровообращения. Изменение легочных объемов, уменьшение эластических свойств легких приводит к так называемому рестриптивному типу нарушения внешнего дыхания у данных пациентов. При большем стаже хронической сердечной недостаточности подключается уже и обструктивный компонент. В структуре респираторной системы диафрагма занимает крайне важную роль. По аналогии с миокардом это высокоактивная мышца, обеспечивающая 70-80% дыхательных усилий и находящаяся в состоянии сокращения 25-30% времени. Как высокоактивная мышца, диафрагма также крайне уязвима к снижению кислородного потока. Изменение диафрагмы при хронической сердечной недостаточности также основывается на всех общих патофизиологических механизмах развития миопатии при сердечной недостаточности. Описаны этапы формирования дисункции диафрагмы. Первым этапом возникает обычное нарушение недыхательных функций. Происходит также трансформация быстрых и легко отравляемых мышечных волокон, отвечающих именно за недыхательные функции, за субмаксимальные усилия, в том числе и за дыхание при максимальной физической нагрузке. Вторым этапом уже происходит нарушение дыхательных функций, определяющие отсутствие адекватности дыхания при физической нагрузке. В общем, все известные механизмы, приводящие в итоге к хронической гиперактивации дыхательной мускулатуры в последующем с развитием ее слабости. На данном и последующих слайдах представлен клинический случай, отражающий изменение диафрагмы и ее динамику у пациента 44 лет с терминальным ремоделированием сердечной мышцы в рамках дилетационной кардиомиопатии, как исход после инфарктного кардиосклероза эмболического генеза и перенесенного миокардита. Первый этап ультразвукового исследования диафрагмы мы проводили при поступлении пациента в отделение реанимации, были первые сутки. Тяжесть состояния пациента на тот момент была бы условна декомпенсация бивитрикулярной сердечной недостаточности. Именно в рамках ее закономерного течения, потребовавшего подключения комбинированной натропной поддержки, дыхательная недостаточность требовала только низкопоточной оксигенотерапии. При выполнении ультразвукового исследования мы определяли величину толщины диафрагмы в конце вдоха, в конце выдоха и расчетные показатели индекса укорочения диафрагмы как при спокойном дыхании, так и при глубоком дыхании. Что мы увидели? Мы увидели, что толщина диафрагмы как на вдохе, так и на выдохе справа и слева, она больше, чем у пациентов здоровой группы и у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в стадии компенсации. Мы видим пониженные показатели индекса укорочения, отражающего сократительную способность диафрагмы 9,2 справа, слева 28, референсные значения от 15 до 30 процентов получается. Это говорит о том, что увеличение толщины диафрагмы не прибавляет ей функциональной адекватности, способности, вероятнее всего, она связана именно с отечным синдромом в рамках генерализованных отеков на фоне декомпенсации сердечной недостаточности. Прирост величины толщины диафрагмы на фоне форсированного дыхания, он, в общем-то, достаточно хороший, вероятнее всего, он объясняется именно, возможно, подключением функциональных резервов при глубоком дыхании. Касаемо амплитуды, значение амплитуды диафрагмы при спокойном дыхании, при глубоком дыхании, значение в рамках референсных значений 1,3, при спокойном дыхании это нормальное значение у нас получилось 1,4, и при глубоком дыхании больше 2,5 у нас получилось практически 9 сантиметров. Механизмы данной динамики в настоящее время пока неизвестны и не сопоставимы с динамикой толщины, величины толщины диафрагмы. На втором этапе утрозвуковое исследование мы проводили уже в июне месяце этого года, когда пациент находился на кардиологическом отделении, стабильном состоянии, но на поддержке инотропной габутамином в небольших дозах. И что мы увидели? Динамика по увеличению толщины диафрагмы отражает ее уменьшение, и закономерно мы увидим увеличение индекса укорочения диафрагмы как справа, так и слева, как при спокойном, так и при глубоком дыхании. Да, есть разница между правой и левой стороной, она описана и у здоровых пациентов, но разница в общем-то невелика. В отношении амплитуды также в общем-то показатели в пределах референса отмечается некоторое увеличение в динамике. На третьем этапе мы пациента обследовали в сентябре месяце, в конце июня этого года ему будет проведена трансплантация сердца. Динамика показатель величины толщины диафрагмы, она вот наглядно отражает ее уменьшение, расчет на показатель индекса укорочения с увеличением динамики. В отношении амплитуды диафрагмы в динамике мы видим, что она становится больше при спокойном дыхании справа, при глубоком дыхании она в общем-то в тех же значениях, что и на входе по первому этапе ультразвукового исследования. Ультразвуковые признаки диафрагмы сочетаются с однонаправленной динамикой показателей внешнего дыхания, это дыхательного объема при спокойном дыхании, дыхательного объема при глубоком дыхании, максимальной силы на вдохе в отношении показателей нейроэспираторного драйфа мы находились в референсных границах. Таким образом, респираторная дисфункция и в ее рамках дисфункция диафрагмы являются важными составляющими элементами неопатии, сердечной недостаточности, определяющими клиниково-функциональное состояние пациентов с хронической сердечной недостаточностью, что определяет, в общем-то, высокий интерес к дальнейшему изучению данной проблемы с последующим возможным включением определенных методов терапевтической коррекции и расширения, углубления знаний в плане диафрагмы защитной вентиляции у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...